Озвучено и выпущено на канал при поддержке на Бусти и Патреон. Глава 19. Три Санина, Три Сэнсея Помещение было мрачным, и лишь над операционным столом светила лампа. На стеллажах стояли банки с растворами, в которых плавали органы и другие вещи, что вызывали сомнения в своем происхождении. Это место походило на типичную лабораторию сумасшедшего маньяка, но, тем не менее, находилось по соседству с моргом в центральной больнице Канохи. Слухи о человеке, что проводило здесь много времени, были самыми невероятными. Но Наруто, который сейчас стоял над трупом мужчины, знал, все небылицы были лишь отголосками истины происходящего. Анатомия, дружок. Это одна из самых важных дисциплин в искусстве шиноби. Если ты не знаешь, куда надавить, чтобы сломать человека, то ты не более чем просто дикарь, называющий себя воином. Арачимару стоял рядом и держал в руках открытую книгу личного авторства. Как оказалось, он был писателем не менее знаменитым, чем Джирайя. Правда, их труды ценились за слишком разное содержание. Я покажу и объясню сегодня тебе пять точек на этом теле, которые стоит использовать в контактном бою. Шиноби не так часто переходят в столь тесное столкновение. Размышлял вслух Узумаки. Ты прав, но жизнь штука капризная. Кивнул Арачимару и погрузился в свои мысли. Вот помню, был случай у меня, когда чакра почти кончилась. Снаряжение тоже. Такая же ситуация у врага. И пошли мы друг на друга с голыми кулаками. И кто победил? Листая точно такой же учебник, поинтересовался Наруто. Как ни странно, я... В первые же секунды сломал ему лучевую кость. Мгновения его замешательства мне хватило, чтобы повторить то же с голенью. А потом все завершил простым, но действенным приемом. Удар ребром ладони в кадык. Наруто слегка повернул голову, делая вид, что рассматривает содержимое полок. А сам еле сдерживал смех. Арачимара свои слова подкреплял движениями в воздухе. И было довольно забавно смотреть, как он отрабатывает несколько раз последнюю технику. Многие шиноби просто не знают, что делать, когда наступают подобные ситуации. Этому не учат в академии. Этому учат опыт и жизнь. Арачимара стянул простыню с трупа, оголяя его. Потом создал теневого клона. Смотри и запоминай. Через три дня покажешь результат. И еще расскажешь мне про акумпунктуру. Джирайя раскинул могучие руки вдоль бортика горячего источника и откинул голову, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Его клон, что наблюдал за женской половиной бани, создавал нового. А сам исчезал, передавая воспоминания оригиналу. Поэтому с лица мужчины не сходила похабная улыбка. Сэн-Дзюцу очень древнее искусство. Поговаривают, что первым отшельником был сам Рикуда. Именно поэтому его так и называют. Но я считаю, что все это бред. Если и существовал этот прародитель Ниндзюцу, то ему явно хватало силы бесприродной чакры. Джирайя приоткрыл один глаз и посмотрел на Наруто. «А ты как думаешь?» Рениган, сильнейшая чакра, кровь от Цуки. Конечно же, ему было до лампочки. Пронеслось в голове Узумаки. «Сколько людей, столько и мнений. История меня не сильно интересует», произнес он уже это вслух. «Тогда спрашивай, скажу честно. Учитель из меня никакой. Вот опытом поделиться или советом, это запросто». Сэн-Дзюцу меня не интересует. Все, что надо, я узнаю от призыва. Узумаки сидел, опустив в воду только ноги. Он был здесь не ради сбора информации. «Меня интересуют техники Датона». «Пошел в малышку кушай», – улыбнулся Сэн-Нин. «Почему бы тогда не попросить ее?» «Потому что вы пришли ко мне, а не она», – проворчал парень. «Это же было очевидно. Мужик перед ним не был тупым, просто косил под овощ специально. Такой уж стиль избрал для себя один из легендарной тройки». «И то верно». «Эм, так ты хочешь, чтобы я показал тебе парочку техник Датона перед финалом?» «Нет, вы не поняли меня». Наруто скрестил пальцы и купально заполнил хлопки. А после Джирайя увидел еще пятерых блондинов помимо оригинала. «Я хочу знать о Датоне все». «А тогда тебе понадобится больше мозгов», – усмехнулся отшельника, кидывая взглядом клонов. «Датон, это простая, я бы даже сказал, прямолинейная техника. Именно поэтому самое тяжелое в освоении. Мастеров можно будет по пальцам пересчитать, и даже в камне. Я никогда не ищу легких путей». Оскалился Узумаки, и рядом с ним появилось еще пять копий. Он знал, что голова будет потом болеть, и информацию придется разгребать еще неделю. Но это было необходимо. Руки Цунады перестали излучать мягкий зеленый свет, и она отошла, присаживаясь в кресло. «Ты здоров как бык. Не знаю, за Сэнзюцу это или крови Узумаки, но ты многим дашь фору». Она развернулась и сделала пометку в личном деле парня. «Учить тебя, Рио Ниндзюцу, я не буду. Не твое это. Потому что много времени забирает. А ты у нас главная ударная сила, не иначе». «Чем же мы тогда займемся?» Как можно более удивленно спросил Наруто, надевая майку. Женщина напротив него сузила глаза, а потом как-то странно улыбнулась, не предвещая ничего хорошего. «Травы, растворы, пилюли, целебные мази, яды. Но начнем мы с методов борьбы против ирианинов». «Интересно», — понимающий кивнул Узумаки. «Он собственными глазами видел, что может творить опытный медик, которого вынудили принять бой. Разнообразные методы борьбы при помощи токсинов, атаки, направленные на повреждения внутренних органов и мышц. Эти ребята знали свое дело и били наверняка». «Одно из самых важных умений ирианинов — это нарушение сигналов, которые посылает мозг, как команда телу». Цунадо настолько быстро оказалась позади Узумаки, что тот даже не успел ничего понять. Указательные и средний палец Энджу ярко светились зеленым, и она аккуратно ткнула ими в район хребта, где он соединялся с черепом. Наруто будто ударило током, а когда он захотел повернуть голову, с ужасом понял, что шевелит правой ступней. Степень поражения зависит от опыта медика и количества чакр, что он задействует. Многие используют это, но немногие могут, к примеру, сделать такое. Она надавила сильнее, но в этот раз где-то между лопаток. Узумаки обдала ледяной водой, а следом тело съехало с кушетки на пол. Он не мог говорить или шевелиться вообще, а через пару секунд удивление понял, что даже легкие перестали работать. Он захрипел, и женщина поспешила исправить содеянное. Назовем это полным параличом, со всеми вытекающими в виде полной остановки жизнедеятельности. Цунадо вернулась на свое место, дожидаясь, пока мальчик придет в норму. Цунадо Химе, вы бесстрашная женщина. Промычал Наруто, как только смог залезть обратно на кушетку. Боюсь даже представить, как нелегко мужчинам вам отказать. «Язвишь? Значит, готов к продолжению». «А-а, чего?» Узумаки начал крутить головой в поисках путей отхода. «Я понял суть, не нужно попадать под руку Иринину». «Мальчик мой», мило улыбнулась Сэнджу, поднимаясь. «Пока ты не научишься действовать при нарушенном импульсе так же эффективно, как и без этих повреждений, мы будем повторять это снова и снова». «Хотите сказать, что можно в полусражении разобраться, как и самое главное, за что отвечает каждое движение?» «Хм, мне нужно не более десяти секунд, чтобы вернуться в строй». «Специально натаскивая себя, спустя время, ты уже на подсознательном уровне, понимая, что нужно делать». «Это будет интересно». Глаз Наруто задергался от взгляда Цунадо. Саски стоял на мостике возле озерца, отрабатывая огненный шар. Мысли беспрядочно крутились у него в голове, не давая сконцентрироваться на тренировке. «Я всегда знал, что он не так прост, но не думал, что нахожусь в роли отстающего. Мне ничего ему противопоставить в бою, я уверен. А то с какой жестокостью и безразличием он тогда убивал, когда Наруто успел стать Шиноби». Новая серия печати и глубокий вдох превратились в струю пламени, что быстро приобретало округлую форму. Но шар выходил не таким сильным, как обычно. Учиха чувствовал это. «Слишком много чакры тратишь впустую. Ты слишком сильно на чем-то зациклен при этом». Голос позади заставил Саски встрепетнуться. Он быстро повернул голову и увидел того, кого не ожидал. «Когда создаешь техники, ты должен от начала до самого конца быть сконцентрирован на результате. Иначе будет получаться то, что ты имеешь сейчас». «Брат». Учиха почтительно кивнул родственнику. «Что ты здесь делаешь?» «Очевидно, разговариваю с тобой». Итачи прикрыл глаза и улыбнулся. «Да, точно». Рассеян ответил Саски. «Просто что-то не дает тебе покоя?» Итачи подошел ближе, поравнявшись с младшим братом. «Или кто-то?» «Ни, Сан. «Завидовать плохо?» «Не знаю». «Честно», — ответил парень. «Но лично я многим завидую». «Ты?» — вздрогнул Саски, неверяще смотря на брата. «Но ты, ты сильный, я знаю. У тебя есть то, о чем многие мечтают». «И тем не менее, у меня нет самых простых вещей, которыми обладают другие». Итачи говорил это с легкой улыбкой, но слова его были пропитаны тоской. Он видел, что его брат не понимает, о чем речь, но ему и не нужно было знать о тех трудностях, что подкидывает судьба. Старший учиха хотел бы все бросить, но понимал, что тогда его бремя ляжет на плечи Саски, а он слишком любил его, чтобы так поступать. «Не нужно думать, что ты хуже других только потому, что они в чем-то лучше». Неожиданно перевел тему Итачи. «Не оборачивайся по сторонам, когда должен смотреть только вперед. Твой потенциал еще не раскрыт. А он у тебя большой. Уж я-то в таких вещах разбираюсь». «Правда?» — заулыбался Саски, чувствуя, как на сердце стало легче. «Конечно, правда, Саски». Итачи потрепал брата по волосам. «Посидишь со мной еще немного, Нисан?» Учиха посмотрел куда-то в сторону заходящего солнца. Его время было расписано буквально по минутам. Он разделял дела отца со службой Ванбо, иногда не ночуя дома неделями. Работа и обязанности делали из него человека, которым он никогда не был. Итачи скучал за семьей, но ничего не мог поделать. Он держал лицо за свой клан. Он был его будущим. «А ну, покажи мне, чему ты научился за это время». Что же, в конце концов, его дела никуда не денутся. А вот старания, болтовня и улыбка брата — эти вещи стоили того, чтобы ценить каждое их мгновение больше жизни. Шумная компания собралась в кафе, привлекая к себе внимание всех посетителей. Их заливистый смех и шушуканье было наполнено интригой и тайнами, что посторонним никогда неведомо узнать. Да и понять бы их смогла только девушка. «Так вы познакомились в лесу?» Инна подперла тыльной стороны ладони аккуратный подбородок, внимательно слушая историю. «Ага». Сакура все время поглядывала в сторону десерта, но держала себя в руках из-за диеты. Как она могла понравиться Саске, если будет ломать под собой ветки при ходьбе верхними путями? «В самый последний момент, когда мы уже думали, что нам конец». Харуна замолчала, вспоминая, как Гацугакибы разорвала одного парня пополам, с головы до ног и заливая его кровью. Но он не дрогнул, а до конца защищал свою команду на парус шина. «Ну, ты преувеличиваешь». Толкнула ее в бок Тентен, видя, как подруга оказалась в плену воспоминаний. «В этом сами почти справились. Просто мы решили, что четверо против троих не совсем честно. Все равно», – возмутилась Сакура. «Благодаря вам мы остались живы. Нам тоже не повезло». Пролила свет на правду Яманако. «Команда из Камня и Тумана напали. Ох, видели бы вы, как тогда Шикамару оживился. И что случилось?» Выдохнула Тентен, приблизительно зная, на что способна та или иная команда последних выпусков. И она знала от Нэджи, что построение Ина Шикачоу – это старая связка кланов, которая специализировалась на уничтожении одиноких целей, захват разума, контроль тенями и уничтожение при помощи техник Акимичи. «Шикамару приказал нам уходить», – пожала плечами Ина. «Я знаю, что он умный. Может просчитать ход боя на несколько шагов вперед. Но такая отвага», – подключилась Хината, которая до этого молчала. «Даже такой лентяй понимает, что лучше пожертвовать одним. Вместо того, чтобы погибли все. Уж больно ты враждебно настроена», – хмыкнула Тентен, выпивая свой сок. «Экзамен, конечно, не прогулка, но не думаю, что дошло бы до убийства ради убийства. Нэджи рассказывал, как легко вы прошли». Одними губами улыбнулась Хьюга. «Вышли на полянку, а там Киба. Шина и Сакура защищаются. Ударили в спину. И у одной из команды нужный вам свиток. Красота? На что это ты намекаешь?» Прошипела Такахаше, сжав кулачки. Вечер начинался куда более приятно. «Я не говорю, что вам повезло, и вы слабаки. Но и с трудностями вы не столкнулись». Хината осмотрела всех присутствующих. «А на нас охотились. Это очевидно. Так что же случилось с вами?» Голубые глаза Ина с интересом изучали задумчивое лицо Хьюга. «Две команды из Кума, одна из Кири». Наконец-то ответила девушка. «Шли целенаправленно. И знали, за кем. И зачем, тоже, думаю, знали. С тобой ведь был Саски-кун!» Протянула Харуна, мечтая оказаться на месте Хината. «И Наруто?» Со странной улыбкой добавила Яманако. От отца до нее доходили некоторые слухи, и она приблизительно знала, что многие сплетни по поводу расстановки сил в этой команде далеко не верны. Знала и понимала, что влезть в такой план, как у Чиха, будет практически невозможно. А вот сын Хакаги... И Нэйчи в последнее время недвусмысленно намекал, что дочери нужно преследовать более приземленные цели, которые к тому же могут иметь огромные перспективы. «Слухами земля полнится». Вспомнила его слова Ина. «Наруто, да...» Оживилась Тентен, словно забыв о прошлой теме. «Что он за фрукт такой? Вроде и сын Хакаги-сама, а ничем таким не выделяется. Он...» Хината видела, как посмотрела на нее Яманако пару секунд назад. Произнося имя друг друга. И это ей не понравилось. «Хороший парень, одним словом. И все?» Разочарованно протянула Токахаше Тентен. «Я ждала больше подробностей. С ними в команде у Чиха и Хьюга. Ему просто не повезло. На нашем фоне». Пожала плечами Яманако. «Да, знакомо». Кисло протянула Тентен. «Ты сильная!» Поддержала ее Сакура. «Я же видела тогда». «Спасибо, конечно. Но мой бой рассчитан на средней дистанции. В то время как Нэджи и Ли – специалисты в Тайдзюцу. Поэтому часто приходится отсиживаться в стороне». Произнесла Хината. «Ладно, уже поздновато. Пора и честь знать». Ина видела, как персонал начал убирать со столов. «Угу, ты права». Хината взглянула на часы, что висели на стене. Они показывали без десяти восемь. «Рада была с вами увидеться». «А давайте…» Как только все вышли на улицу, заговорила Яманако. «В следующий раз соберемся командами. К примеру, перед началом третьего тура. Неплохая идея, но не думаю, что Нэджи согласится». Нахмурилась Тентен, вспоминая, насколько асоциален ее напарник. «Так у нас есть Хината, чтобы такие вопросы решать. Не так ли, Хината?» Хьюга задумалась о чем-то своем, мельком поглядывая на Ина. «Хината?» Повторила Сакура. «Да, я обязательно с ним поговорю». Трое старых друзей собрались в тихом баре, который облюбовали еще в молодости. На них никто не обращал внимания, потому что посетителей не было. Лишь одинокий бармен, бесконечно протирающий стаканы. Мало кто знал, что это место принадлежит им и находится под защитой всевозможных печатей и барьеров от особо пытливых глаз и ушей. «Ну, так что думаете?» «Я думаю, свалит». Джирайя поставил на стол пустой бокал, который осушил одним подходом. «Очевидные вещи можешь оставить и для своей макулатуры», прошпел Рачимару. «Цунаде?» «Если хочешь знать, то ему нельзя доверять. По крайней мере, и пока. Уж прости, но он изворотлив, как ты в молодости». «Что ты? Такой комплимент для моей творческой натуры», — усмехнулся он, потягивая из пиалы саке. «Еще этот Нагата вылез. Не сиделось ему вама. Что говорит твоя пташка, Джирайя?» «Нагата вербует людей и собирает информацию о скрытых селениях». «Для чего?» «Вот это хороший вопрос». «Хочет отомстить за Узумаки?» Выдвинула свою теорию Цунаде. «Это очень запутанная история. Много дыр, которые нечем заткнуть. Кто? Как? Когда?» «Ничего неизвестно. Здесь что-то другое». «В любом случае, ему нужен мальчик для каких-то целей». «Весь этот рёп проклан, пыль в глаза», — кивнул Джирайя, протягивая руку ко второму бокалу, но под строгим взглядом Цунаде передумал. «Нужно что-то решать, иначе ситуация станет критичной. Пусть пока бегает». Рачмару поднялся из-за стола. «Под нашим присмотром, а там видно будет». «Никогда не думала, что ты приверженец спонтанных решений». Цунаде внимательно смотрела в его жёлтые хищные глаза. «Импровизация — это часть нашей жизни. Без неё было бы скучно. Да и планы имеют свойство разрушаться из-за мелочей. Пару лет назад мы даже не думали, что захотим использовать Наруто в своих целях. Так что...» Мощина покланялся и направился к выходу, а Сэнджу посмотрела на Джирайю и улыбнулась. Ночь обещала быть длинной и интересной. Продолжение следует. Конец 19-й главы Конец 19-й главы Продолжение следует...